Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Год назад я сделала покупку в магазине Floreum. Я очень довольна, я накупила много очень луковиц гиацинтов. Они у меня сейчас цветут, аромат стоит бесподобный. И сейчас у них такие большие скидки, 50% на луковичные. Я решила воспользоваться быстренько этой акцией и купила себе на пробу лилии. Лилии я когда-то очень давно выращивала у себя на балконе в квартире. Ну а так как есть возможность посадить их в саду, я обязательно воспользуюсь этой возможностью. Итак, заказик у меня небольшой. Я купила три вида лилии. Азиатский, ориентал и восточный. И парочку хост. Такая вот коробочка. Я ее забрала в Одессе. Приехали мы к себе сюда в деревню, в село. И мы сейчас, я при вас это все вскрою, и мы посмотрим, что там в коробке. Хотела коробку на всякий случай сохранить, потому что часто делаю отправки для того, чтобы можно было ей воспользоваться. Она тут такими скобами закрыта. Сейчас я открою, и мы посмотрим, что там в коробке. Вот такая коробочка. Ну, решила себя сдерживать, поэтому заказала не так много. Потому что если я уже начинаю покупать, остановиться мне очень сложно. Если лилиям понравится у меня жить, и сами лилии мне понравятся тогда, мы накупим еще. Вот так вот упакована коробочка. Накладная. И вот мои красавицы и красавцы. Сейчас поближе вам буду все показывать. Итак, у меня микс махровых азиатских илий. Сейчас мы посмотрим, какая у меня красота тут. Весна у нас очень холодная, но уже лилии сажать можно. Сейчас середина апреля. Я живу в Одессе, кто не знает. Вот такие вот красавицы. Я даже и рада, что они не совсем еще до конца вот эти вот побеги попросыпались, потому что мне кажется, что лучше, чтобы они как бы сами там уже в земле пробивали себе дорогу и были более крепкими. Вот еще вот она вот такая вот. В общем, это у меня азиатские махровые. Слушайте, я же еще и калы купила. Я забыла. У меня еще и калы есть. Так, это хосты я купила. Короче говоря, я купила лилии. Азиатский микс, азиатские махровые. ОТ-микс. Я, конечно, мечтаю вырастить лилию дерева, но дерево, вы понимаете, это все условно. Но это, конечно, было бы прикольно вырасти такое вот дерево. Вот такие вот они у меня. Вообще вот как два такие, две точки роста. Такая вот тоже. Вот только начинает проклевываться. Они проложены вот таким вот, ну, похоже, наверное, как какой-то торф, наверное, такое что-то. Ну, в дышащем пакете, в дырочку пакетик. Вот. Ну, насмотрела все видео про вот эти вот лилии. Конечно, в восторге. Так, это каллы. Каллы, скорее всего, я высажу в горшки. Что-то я их как-то представляю, что они у меня в горшках будут расти. Каллы надо будет почитать, как их правильно высаживать. У меня как бы времени еще не хватило. Такие вот каллы. И хосточки. Две хосточки. Одну сизу я купила, блю, а другую с такой красивой каймой. Название хостофарагрант букет. Я не адвенчанка, так что могу неправильное название сказать. И хостобрисингемблю. Блю это синяя. Мне вообще нравится хост из такой сизой листвой. Вот такая вот. У него такие шикарные корешочки. Сегодня будем высаживать. Вот такой вот у меня заказик с магазина Флориум. Еще я посматривала там на кустарники, но пока думаю, думаю, может быть осенью буду заказывать. Тоже там такой большой у них выбор. Пока вот, пока так. Луковицы я обработала препаратом Престиж. Можно было бы и марганцовки замочить, но у меня закончилось. На даче не было ее. Я посчитала, что Престиж даже лучше, потому что он обладает такими инсектицидно-фунгицидными действиями от грековых заболеваний, от вредителей. Потом будет защищать мои луковицы. Лунки я сделала. В каждую такую лунку я добавила по горстке компоста, по чайной ложке суперфосфата. Это как раз хорошее будет и удобрение для хорошего, обильного цветения. Расстояние между лунками где-то сантиметров 15-20. Я хотела, чтобы они у меня были как-то так вот все сгруппированы. Вот пять штук я посадила в одном месте. Следом у меня продолжение идет других луковиц. Зацветут, я вам обязательно все покажу, что у меня расцвело и какие сорта все-таки мне больше понравились, какие у меня гибриды. Ну и потом не забываем полить. Для Одессы это очень актуально. Но у нас правда весной, в этом году, весна нас, конечно, балует дождями. Но эта хосточка тоже сделала ямку, расправила корешки, точку роста сильно не заглубляла. Присыпала, придавила. Ну и потом полила. Ну и остались у меня каллы. Каллы я привезла домой, решила их посадить по горшкам. Но это будет временная у меня посадка. Почему? Потому что у меня спилили мой орех, и теперь у меня клумбочка. Так что все переигралось. Теперь у меня каллы будут в открытом грунте. Я впервые их и посажу. Ну, а потом перевалю, когда они у меня прорастут. Может быть, начнется наконец-то у нас уже лето. Очень холодно в этом году. Беру универсальный грунт, добавила вермикулита. Можно было бы добавить и перлита, он у меня закончился. Но это не страшно, это все временно. Поэтому беру всегда такие горшочки с хорошими дырками. Старые они называются. Очень удобные. У меня многие растения растут в них постоянно. Ну, насыпаем земли. У меня было чуть-чуть речного песка крупного. Это будет тоже как дренаж. Лишний раз, чтобы донцы, чтобы там ничего не подгнивало. Кладу нашу луковицу, луковицу-клубень. Присыпаю землей. Чуть-чуть придавливаю. Ну, и потом мы все польем. Сейчас вот эти три горшочка посажу. Три луковицы. Калы, чем интересно покупать вот растения, когда они идут в миксе? То есть, сюрприз всегда. Всегда ждешь. А какой же там будет цвет? Какая будет расцветка? Ну, и бывает, особенно когда много всего, очень много сейчас всяких растений, гибридов, сортов. Глаза разбегаются, не можешь выбрать. А тут уже вроде за тебя выбрали. Так что в этом тоже есть какой-то интерес. Купить микс. Потом я их пролью и поставлю в теплое место на подоконнике. Они прорастут в течение месяца. Ну, а к тому времени уже, это уже будет ближе к концу мая, я их вывезу на дачу и потом аккуратно перевалю. Вот так вот с этим скомом земли. Они даже и не почувствуют. Глаз-алмаз. На глаз насыпало землю и оказалось, что практически все и ушло. Ну, и под конец я вам покажу секретный подарок, что мне прислал Флориум в том прошлом заказе. Был неожиданный для меня секретный подарок. Им оказались и нарциссы. Посмотрите, какой шикарный нарцисс я получила в подарок. Нарциссы были, пару гиацинтов и тюльпан. Тюльпан еще не раскрылся. Очень холодная весна. Ну, судя по всему, будет белый, такой бахромчатый. Ну, в общем, вот такой вот мой заказ интернет-магазина Флориума. Желаю всем солнечной весны и красоты вокруг!